Этот урок физкультуры ученики младших классов первой школы ждали как никогда. Учительница пообещала, что в гости придет звезда мирового спорта, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион международных соревнований по тяжелой атлетике Виктор Солодов. Статусов и награды известного московчанина тяжело перечислить. Из рассказа педагогов ясно одно. Виктор Викторович словно герой из кино, который сегодня пришел, чтобы вместе с детьми сделать зарядку. Короткое приветствие и сразу к делу. Сразу видно спортсмен. Без замешательств и долгих речей приступили к делу. Чемпион Виктор Солодов буквально заражал детей позитивом работы и стремлению к лучшему результату. Надо заметить, школьники заранее готовились к зарядке, в отличие от высокого гостя. Тем не менее, получилось очень синхронно. Второклассник Никанур Борисовский внимательно следил за выполнением упражнений чемпиона. Он и сам любит делать зарядку. После встречи с Солодовым намерен и вовсе серьезно заняться спортом. Какую оценку ты поставишь? Ну, я думаю, что пять. Все-таки он чемпион? Да. Чемпионы, они все время побеждают. А вот те, кто не побеждает, уже не называются чемпионами. Встречу с чемпионом мира учителям предложили, чтобы поддержать всероссийскую акцию. Равнодушными остаться просто не могли. Так сложилось, что московская земля богата на чемпионов. Виктор Солодов – это и вовсе легенда. Его общение с детьми наверняка станет хорошим стимулом для детей. Ребята, честно говоря, ленятся по утрам выполнять зарядки. Поэтому, когда выполняет вместе с ними такой известный человек в нашем городе, я думаю, для ребят это такой вот стимул для того, чтобы выполнять зарядку каждый день и стремиться, может быть, таким же мировым рекордом. Под конец энергичной зарядки видно невооруженным взглядом – чемпион подустал, чего не скажешь о школьниках. Виктор Солодов ушел из большого спорта больше 20 лет назад. Сегодня 51-летний тяжелоатлет делает более щадящую зарядку и все-таки регулярно и тщательно, как и положено настоящему спортсмену. Упражнения, чтобы суставы постоянно смазывались, начинаешь их разрабатывать, крутить коленами, поясницей, плечами. Родиться нормальным человеком – этого мало. Нужно развить свой организм. Так же его можно загубить. И пускай он выберет, что лучше. Или быть здоровым, от чего зависит успешная дальнейшая его жизнь. Или быть слабаком. Зарядка закончилась и появилась возможность просто поговорить. Продолжительная и успешная спортивная биография богата на интересные события. Рассказы подкрепляются самым дорогим – медалями. В большой связке наград преобладает золотой цвет. Все-таки чемпион, который когда-то точно так же, будучи школьником, начинал с простых движений зарядки в спортивном зале родной третьей школы. Ирина Сальникова, Александр Михайлов. Мыски. Сегодня.